поехали я честно говоря не знал о чем рассказывать сегодня выступление капитана значит выступление капитана то есть это то что капитан сделал по проекту за последний месяц краткое введение тем кто не знает что такое планарный концентратор и технология планарсан то есть планарный концентратор это является моим изобретением которое я запатентовал которая предназначена изначально для солнечных батарей собственно говоря вот здесь некий такой образ будущего планарного концентратора который подразумевает что энергия света это она падает на вот эту поверхность и благодаря специальной структуре этого устройства оптического она распределяется в дал два отельца торца собственно вот здесь вот устанавливать солнечная батарея и вместо вот такой площади солнечной батареи будет использоваться всего такая вот большая помощь падает то есть примерно 5-7 раз меньше чем чем стандартно солнечном треиам то есть это соответственно должно привести к экономическом эффекту то есть снижение стоимости батареи возможность повышения эффективности данным устройств вот это вот устройство я собственно благодаря почему принес сегодня сюда потому что месяц назад месяц назад кто-то сказал где концентратор сегодня утром я проснулся вспомнил эту мысль про тереми надо на терем привести концентратор и сделал ну я пошел делать да то есть у меня были запчасти они лежали про здоровом виде я начал думаю надо бы собрать так это времени руки не хватают но вот такая вот мотивация год месяц назад побудил меня среди с утра до четырех часов заниматься сборкой он еще не успел доделать то есть еще один узел остался вот он лежит собственно говоря он сзади должен крепиться целом это вот так удобно выглядеть но это вот можно взять подробно дальше я продолжаю рассказывать и показывать то что было в прошлый раз и то что в этот раз уже есть то есть примерно месяц назад я показывал как у меня был тоненькая пластинка фэпа размером 10 миллиметров и могут читаться за этот период мы научились делать фэпп размером 3 миллиметра то есть это наша была цель технологическая возможность как научиться резать маленький фэпп то есть поясняй фэпп это фотоэлектрический преобразователь то есть маленькая солнечная батарея то есть леска солнечная батарея состоит из кремниевых пластин ну в это физика это многое это солнечная батарея то есть это вырабатывает фэпп это ячейка главная ячейка то есть обычно эта ячейка на 125 миллиметров на 125 миллиметров из нее собирает много много пластина под 36 штук обычно и это создают смонтирует последствия получает солнечной батареи то есть собственно говоря планами концентратор подразумевает уменьшение использования дорога дорогостоящего солнечного материала типа кремния или арсенит галии либо еще что-то 5-7 раз изменить их не найти вот эти ячейки вот такие вот устройства которые там я дал для просмотра посмотреть как приклеим торцу то есть перспектив на самом деле этот портатив то есть мы собственно говоря я продолжаю анонсировать проект рассказывал что можно снять про не только народное финансирование собирая деньги в сентябре прошлого года с подачи дениса рудых и людмилы семёновой было принято решение пойти собрать деньги на патентование своего изобретения с помощью народного финансирования через интернет сайт такого в россии никто никогда не делал в россии есть два базу портала которые собирают деньги народные это бум стартер и планет точка ру соответственно там можно прийти со своей идеей и показать как ну то есть вот видео методом видео выступления презентации небольшой текстовой увлечь людей сказать скиньтесь деньгами вот на этот проект собственно говоря в сентябре прошлого года через две недели после идеи на теремии мы запустили этот проект нам нужны были деньги срочно на международное патентование там порядка 150 тысяч рублей вот эту сумму мы запросили и за месяц за 21 день мы собрали больше 200 12 16 тысяч рублей ну в общем собственно говоря вот на эти деньги про сейчас развивается сожалению они уже заканчиваются и сейчас я нахожусь в следующей стадии привлечения инвестирования и финансирование может быть к радости не знаю потому что собственно говоря вот там прототип а прототип значит какой мы хотели изготовить на эти деньги то есть собственно в чем заключался прототип это устройство которое должно было вставляться выглядеть в виде кожуха для айфона которая расположена на его поверхности и которая собственно позволял бы заряжать тайфон то есть вот такой прототип мы хотели изготовить но мы его сейчас изготавливаем отработают отрабатывать часть технологии то там следом сам планами концентратор технологии монтажа внутри преобразователей систему электронного преобразования энергии необходимый вид и еще перспективе системы собственно это выразилось в понятии мульти стартап почему мульти стартап потому что в нем зашито несколько стартапов это выглядит в виде дерева начнем его наверно вот отсюда вначале был планарный концентратор как то есть это изобретение которое я придумал как оптическое устройство оно предназначало для солнечных батарей то есть это была отдельная веточка главная которая сейчас как-то движется которая собрала первые деньги и которые требуют реализации там в октябре месяце мы обещали поставить порядка 20 устройств для зарядки для айфонов нашим заказчик который нам заказали и оплатили предзаказ вот ну для айфона 2000 рублей от солнца от солнца от солнца зарядка от солнца то есть наша цель была мы реально планируем что он будет выдавать порядка 500 700 миллиампер соответственно то есть это ну там три с половиной часа зарядкой айфон но это на ярком солнечном дне тогда то есть на самом деле мы включаем здесь самые эффективные солнечные элементы то есть чем фишка то есть мы используем сочетанием нашей оптики вместе с самыми дорогими и самыми эффективными солнечными элементами которые дают кпд самый высокий на уровне там 28 процентов а с от стандартной солнечной батареи дают не больше 17 процентов вот здесь допустим уже используется фэп который имеет кпд 22 процента то есть мы уже здесь ставим рекордный пэп который в мире в общем производит всего одна фильм это как бы одна часть солнечной батареи то есть это устройство для айфона там заряд зарядки айфонов то есть дальше мы хотим это ну айфон и айпады то есть так называемых переносных устройств подветочка солнечных батареи это транспортные системы например автомобили то есть это автомобили типа тесла это электромобили то есть соответственно это тесла например транспортные средства это суда например подулочные катера которые могут располагаться на море обслуживание болгарии или дерево еще это значит авиа авиа зарядка авиационные беспилотники модели различные вертолеты квадрокоптеры и прочее то есть это вот одно второе направление то есть это транспортная система ну и третье направление она на самом деле самая сложная коттеджевые системы в принципе мы можем туда тоже выйти но это очень сложная технологическая задача то есть мы как бы начали отсюда постепенно улучшая технологию технологию возможно через там два-три года мы сможем подобраться к коттеджам и что-то там изготовить и обещать параллельно у нас возникло второе направление которое на самом деле говорит о том что оптика она имеет всегда два направления закон физики говорит о том что и лучи движущий с одной стороны при обратном движении проходит по тому же оптическом пути это значит что если торцы вот там вот сюда поставить светодиоды например источник света то назад у нас появится сформированный пучок света достаточно узконаправленно подобно прожектора собственно говоря поэтому да он будет вот так собственно говоря вот здесь у нас появилось два направления это прожектора прожектора для архитектуры ну то есть прожектора архитектура какие еще системы то есть освещение допустим офисное освещение то есть это светильник который вот эти вот их можно заменить это системы система значит кстати вот одна из последних идей за последние 10 дней придумают прожектора для концертных залов то есть софиты так называемая чем интересно как планами концентратор он почему софит пришла идея что это другое направление это не солнце это обратная ситуация это когда вы не собираете свет а испускает только намного сильнее все понятно и усиливается вопрос рассеяние важный вопрос вот вы когда смотрят на светодиод источник есть один факт который всегда происходит он слепит глаза всегда любой светодиодный источник если прям нанес смотрите он осуществляет ослепление глаз это соответственно то преимущество в котором мы можем играть и наши прожектора прожектора не слепит просто освещает да то есть в этом как бы есть преимущество они распределяют свет узкий яркий свет на большую поверхность и поэтому она равномерно светит и человек лазер был не осветила его в лазер ну примерно так можно можно но он сейчас не будет там одной детали а тогда собственно говоря это первое что он не слепит это преимущество в прожекторах пара второе что каким преимуществом он может творить то есть сапиты то человек находится на сцене он знает что это очень не уютно потому что там температура высокая то есть прожектора не греют человек потому что там есть большой поток инфракрасного излучения которое создает тепловую нагрузку человек то есть я пару раз снимался на телекамеру и как почувствовал то что действительно очень жарко и комфортно вот то есть устройство клонарь-концентратор фильтруют и к диапазон и она не будет греть человек то есть это вот как бы преимущество по сравнению с а ведь то есть можно оборудовать все концертные залы и там видеооператор и так далее мы не говорим про снижение мы говорим про ощущение снижение затрат энергии на самом деле в общем это отдельная история чтобы доставить диоды лампочки и так далее снижение затрат вопрос очень условный потому что когда вы стоите на видеокамере там не затраты важны там важны давайте я закончу нас этого вопрос ну и третье направление которое у нас выросло тоже автоматически это так называемые системы слежения то есть вот эти вот устройства ну она выросла автоматически хотя может быть она действительно самая важная особенность изобретения заключается в том чтобы она ловила хорошо энергию его нужно всегда поворачивать сторону солнца всегда это значит что его без системы слежения применять смысла нет если не смотреть за солнцем то энергии теперь вот то есть поэтому мы вынуждены пока технически применять систему слежения то есть поэтому вы нужно его разрабатывать причем вы должны разрабатывать систему служения которая подходила как к айфону так транспортным системам ну и в конечном счете и коттеджи существующая система слежения они в основном рассчитаны все на коттеджи поэтому почему дать проще всего это говорит большие это существующие технологии то есть мы же говорим нам вот это надо это значит что система служения должна быть достаточно компактная настолько мало энергоемкая чтобы все это работало эффективно то есть и мы фактически пришли к потребности решить техническое противоречие нужно создать свет компактную мало энергоемкую систему и очень точную систему служения то есть ему у вас как бы вот соответственно вот это вот уникальное устройство возникает которое можно использовать сюда сюда а еще и можно использовать для роботов в роботах всегда есть подвижная часть там всегда можно чем-то вращать классические оттенуаторы вращатели они собственно говоря владеет с этими недостатками на тяжелый габаритными требуют редуктор как правило то есть это роботы и собственно говоря в принципе туда же попадает это видео системы видеонаблюдения системы видеонаблюдения ну и в общем то где-то они перекликаются системами подвижными освещения сцены и так далее то есть подвижные прожектора вот собственно поэтому называется мульти стартап есть три базовых направлений которые решаются при создании одного устройства на котором получили деньги изначальный прав который заканчивается но собственно теперь я перехожу к следующей последней статье я говорю продаю проценты кто хочет участвовать в проекте у меня есть два инвестора самом деле они как бы заранее договорились купить у меня 13 процентов по деньгам они купили 10 процентов есть два процента которые может это по первой цене это по первой цене и это еще вот здесь все остальные проценты которые сейчас будут продаваться они будут продаваться уже отдельно в отдельных направлениях и уже по более дорогой цене этот процент покупаешь здесь ты сразу покупаешь во всех стартапах собственность во всех да вот первые два инвестор коренной идея первые два инвестора они не верю с уникальными за их первую веру и гарантированно участие во всех проект независимо какой проект будет приносить прибыль доход и так далее они везде будут получать свой процент стоит значит сейчас он будет стоить пятьдесят тысяч рублей один процент один процесс твой а мой телефон проект планер сам денис афанасьев то есть в интернете все можно найти зачем мы напишем все тут контактные данные будут все телефоны можно будет у нас записываться в интернете если деньги нужны 8 913 390 47 34 и телефон этого сразу банковского счета давай ну мы вопрос счет да можно кстати без наличкой оформлять можно наличкой оформлять то есть есть разные версии да ситуация такая то есть на текущий момент чтобы оформить официально юридических документов то есть нужно потратить 50 тысяч юристам заплатить чтобы подготовил договор то есть вот эти два человека они сейчас взаимодействуют со мной на слово на купеческое да купеческое слово то есть мы с ними договорились мы прописали текст свой выдал они с ним ознакомились согласились выдали деньги я работаю четыре месяца я работаю по честному слову на самом деле ситуация такая что следующий этап инвестирования следующем этапе инвестирования когда я буду звать уже ну скажем так не на завершение секущего прототипа а на следующий раунд инвестирования там мы будем конечно платить 50 тысяч юристу то есть мы там привлекать будем порядка там но больше 600 тысяч рублей и 50 тысяч мы выделим на юриста то есть и чтобы все это было документально как-то подтверждено и это можно было зафиксировать да то есть тут на самом деле как есть тонкости понятия венчурное инвестирование венчурное инвестирование оно имеет несколько стадий рисков то есть сейчас мы находимся в стадии риска когда мы сняли условно говоря идейный риск получили патент получили подтверждение экспертов сняли проверку провели у меня есть лабораторные образцы на которых я проверил что это работает вот теперь есть технический риск то есть технический риск подразумевает что нужно собрать техническую систему из разных узлов проверить что на работу скорее всего скорее всего что там будет не все работать то есть там ну процентов на 80 мы хотим доказать что на работе то есть оставшиеся 20 процентов скорее всего на группе там до решать и усовершенствовать то есть это еще доработка будет потом дальше вопрос будет технологически то есть надо будет подобрать технологию так чтобы изготовить достаточно дешево достаточно качестве дальше вопрос маркетинга то есть это стоимость продажи ну то есть про бизнес-модель такая то есть это нужно будет куда-то как-то кому-то продвигать тогда собственно меня осталось 15 секунд я вашу возможность поучаствовать в моем проекте следием он не дал по времени у меня вопрос а если вы найдете больше чем людей чем просто выкупите и 2 процента смотрите то есть то есть такая мы сейчас планируем по рекомендации дениса создать можно сказать вечерную игру которая подразумевает что можно вложим складываться он все по все эти проекты то что значит складываться значит что сейчас можете носить составление прототипов в этой области в этой области то есть соответственно каждый из этих прототипов это будет соответственно фиксированная условная сумма денег и за определенный процент думаю что на первом этапе это будет порядка 10 процентов как раз вот эта сумма 10-12 процентов достаточно чтобы изготовить какой-то инженерный прототип собственно говоря поэтому по спектру всех этих проектов можно будет собирать будет вечерная игра до который будет про написаны правила до которые будет понятно что ты вкладывать что ты за это получаешь какие у тебя риски какие последующие ну и я что-то получишь в итоге да совершенно верно то есть и примерно течение двух лет полутора лет мы планируем вывести компанию сам на самом деле почему как на вечер на игре можно заиграть в 10 сто раз больше почему потому что риски велики и мы осваиваем новые рынки вот и второе есть развитые в россии не очень развиты то есть венчурный рынок то есть что это значит что фактически есть венчурный инвестор который на разных этапах покупать проект мы планируем что ты сможешь и продать свой до процент то есть на сейчас запида не дожидаясь до этого я через какое-то время могу продать через или еще до стадию посела до добра и теперь его продаю все правильно то есть примерно допустим через два месяца мы планируем там через девять месяцев словом говоря пройдя очередную стадию мы увеличиваем свою капитализацию там 10 раз там сейчас она стоит 3 миллиона рублей стоит троих миллионов рублей то есть ты можешь продавать и так далее тогда то есть несколько раунд инвестировать то есть фактически до уровня примерно порядка 500 миллионов рублей 500 миллионов рублей можно будет зарабатывать на вечер на только после этого возникает стадия классического бизнеса тогда идет тиражирование серьезное производство и там уже люди зарабатывают на прибыль но там коэффициент мультипликации сотни уменьшается до тройки может быть максимум 10 давайте вот последнее сколько процентов идея идея ты хочешь хочешь мне предложить идею чтобы не 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 давай на денисов что тебе сейчас было бы полезно мне было бы полезно фактически рекламная поддержка это значит фактически как бы создать аудиторию инвесторов во первых инвесторы на два процента во вторых инвесторы на будущее 600 700 а может быть и полтора миллиона рублей то есть собственно говоря пул потенциальных мест который могли включиться и играть венчурную игру то есть детализаторы обновили и горный бизнес закрыли но никто не мешает вообще говоря сделать пассивную ярмарку и большая венчурная игра особенно если будут какие-то материальные носители и образуется вторичный рынок продажи этих этих штук то есть наличие вторичного рынка это сразу говорить про то чтобы проекты то есть желательно иметь не один проект а несколько я думаю что собрать скажу у вас есть вот ну как у человека постороннего важно будет что-то иметь вот вот такой вот ходит вот такой вот вот есть устройство которое работает 5 вольт приносит потому что без этого никаких разговоров второе вот скажем если просто использовать лупу простую не увлечит ли это эффективность этого устройства лупает то же самое устройство то есть я придумал концентрат который имеет другую форму то есть ну то там видишь прозрачки большая какой 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 процент солнечного облучения на квадратный метр будет будет забираться в чистую нюбль и вот это технический вопрос технический вопрос отдельно за кадром за кадром последнее последнее хорошо но я буду разговаривать с тобой о понятиях что такое венчурное инвестирование а я бы просто деньги а так что было ценно было появление людей которые хотят купить процент ценно усиление усиление желания людмилы и дениса сделать венчурную игру то есть по большому приглашай разрабатывать ну присоединяюсь уже? ну а в сибирской артиле будем круто, круто переведем нелегальный бизнес и легальный бизнес вообще, вообще, вообще и и и что особо цепануло что особо цепануло я двадцать минут рассказывал и мало успел получить обратной связи двадцать минут рассказывал и отказался почти что но ты видел, сколько времени шло и это на будущее то есть вкусняшки выдавать, оставлять время себе оставлять время себе ну давай мы тебя просто поблагодарим и поддержим просто на лицо слава и гора